Ежегодно в городах Подмосковья проходят подобные антинаркотические турниры, основная цель которых – привлечь внимание общественности к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Это один из лучших профилактических способов борьбы с наркоманией, считают главные организаторы мероприятия. Данный турнир берет свое начало еще с 2014 года. Этот турнир проходит по разным видам спорта. Здесь соревнуются команды из общественных организаций, из органов исполнительной власти, из администрации. И мы все привлекаем к этой проблеме, такой как наркомания, все больше и больше внимания. У нас турнир проходит впервые. Сотрудники администрации Ленинского района с большим удовольствием предоставили площадку для игры в мини-футбол. И даже сами в ней поучаствовали. К соревнованиям активно готовились и провели не один десяток тренировок на поле. Мы сегодня совместно, под таким названием, как, конечно, что мы все едины, общим фронтом против зла, против техосоциальных и пагубных явлений, чтобы и дети, и родители все видели о том, что все-таки спорт – это жизнь, спорт – это движение. Наш район представляла и еще одна команда – Видновского станичного казачьего общества. Всего же за победу боролось семь команд со всего Подмосковья. В первой игре парням необходимо было выстоять два тайма по 10 минут, а далее команды, показавшие лучшие результаты, соревновались вновь друг с другом. Команда разбита на две группы. В одной подгруппе четыре команды, в другой – три команды. Победители и команды, занятшие второе место, играют между собой в матчах на убывание. Первый со вторым местом, соответственно. Ну и победители потом встретятся в финале, а проигравшие утешат себя в матче за третье место. Среди участников и общественной организации, которая занимается профилактикой наркомании, Сергей и Юрий работают консультантами в реабилитационном центре. И не понаслышке знают о проблемах людей, оказавшихся зависимыми от наркотиков. Спортивный режим в обществе, он помогает бороться с наркоманием. Люди с малых до больших возрастов видят, что эту проблему можно решать. И решать только вместе, сообщать. Да, мы выступали в конкурсе талантов, заняли первое место, тоже выступаем и поддерживаем, когда проходят турниры по теннису. Тем временем борьба на поле развернулась нешуточно, и все же сильнейшей оказалась команда Ленинского муниципального района. По итогам игры состоялось награждение победителя. А также за совместную плодотворную работу атаман Ленинского станичного казачьего общества Станислав Радченко отметил грамотами несколько сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Московской области. Ирина Бокова, Данил Свидевский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.